Включить показ рабочего стола. Давайте попробуем, видно ли вам мой рабочий стол. Я что-то не особо вижу, чтобы вы его видели. Включить показ. Выбрать приложение показ рабочего стола. Хорошо, сейчас коллеги, 6 секунд. Давайте в дубль 2 перейдите по ссылке. Сохранить. Сейчас, коллеги, буквально 6 секунд. На рабочий стол, конечно, потому что я показывала буквально на трёхбучем вебинаре. Всё, 6 секунд. Всё работает. Давайте попробуем сейчас. Так. Ещё раз. Так, ещё раз, ещё раз. Мормально, конечно. Так, хорошо. Давайте сделаем немножечко по-другому. Значит, мне важно сейчас, чтобы все вы зашли в свои личные рабочие кабинеты. В личные рабочие кабинеты, где как бы у вас сейчас всё это установлено и всё показано. Значит, по инотрансу. Важно, чтобы вы понимали, что у нас два мероприятия. Эти два мероприятия оплачиваются отдельно. Это первое – участие в выставке инотранс. Второе мероприятие – это участие в конференции по итогам инотранса 24 сентября. Первое мероприятие проходит 23 числа, 23 сентября. Вы покупаете билет отдельно. И вы покупаете билет. Вот, знаете, давайте вот так вот я сейчас сделаю. Я вам сброшу сейчас ссылки на инотранс. Вот здесь, буквально в чате, вы будете видеть. Первая ссылка – это лендинг инотранса. Вторая ссылка – это то, где вы покупаете билеты. И сейчас эти ссылки доступны у вас в разделе «В личном кабинете», куда вы заходите. У вас такая есть кнопочка «Информация». Когда вы нажимаете на эту кнопочку, вы видите там реферальную ссылку. На сегодняшний день компания позаботилась о том, фонды позаботились о том, чтобы, приглашая людей на инотранс, вы могли также заниматься и привлечением дополнительных людей в свою команду. На сегодняшний день вот эта первая ссылка, которую я вам сбросила, она привязана сейчас, и я ее вам дала без реферальной ссылки. Но у вас в личных кабинетах она полностью привязана к вашему личному номеру, к вашей личной реферальной программе. И когда вы начинаете ее сбрасывать другим людям, особенно если это новички, люди, которых вы не знаете, ваши потенциальные клиенты, которых вы хотели бы заинтересовать, инвестировать, вы скидываете им реферальную ссылку на инотранс. Почему? Само значение инотранса на сегодняшний день переоценить трудно. Это всемирное международное признание технологии. И если когда-то у вас не хватало аргументов на то, чтобы заинтересовать либо крупных инвесторов, либо заинтересовать людей, которых вы знаете, что люди ищут, куда инвестировать, и просто им нужна причина. Этот лендинг, он является, у него как бы две стороны. Первое, он работает на вас как реферальная ссылка, причем после того, как конференция инотранса пройдет, эта реферальная ссылка не исчезнет, эта страница останется. Просто там в разделе, где были кнопки «Купить билет» и «Узнать про инотранс», будет размещена информация, отчет о прошедшем событии. Чего мы достигли, какие результаты прошли, сколько было подписано договоров, куда мы движемся. Поэтому этот лендинг останется надолго. Сейчас этот лендинг переводится на многие языки. Он существует во всех кабинетах, и на русском, и на английском, на литовском, на эстонском, на немецком. Вы просто заходите и смотрите. Он сейчас есть в личном кабинете в разделе «Инструменты» у каждого инвестора фонда Skyway Capital. Затем там, когда вы переходите по этой ссылке, там есть такая кнопка «Купить». Вот вы по этой кнопке «Купить билет на инотранс» и переходите на сайт «Инотранса». И следующая кнопка «Купить билет на конференцию» – вы переходите на сайт, где вы покупаете билет на конференцию. Оба билета именные. Вы можете купить сразу на всю свою команду, но вам придется заполнять e-mail, фамилии и имена на каждого человека. Программы устроены автоматически. Я сейчас говорю о программе «Покупки билетов на конференцию» 24 числа. Билеты все именные. Поэтому вам важно будет ввести данные каждого, либо попросить участников в вашу группу, в вашу команду, которая также, как и вы, присоединяется к этому потрясающему, уникальному событию. Еще неизвестно, когда будет следующий инотранс, и будем ли мы там выступать, нужно ли нам это. Поэтому это уникальное. Это прецедент, в котором вы можете участвовать, который, возможно, больше не повторится. Билеты покупаются отдельно для каждого человека. По Берлину. Для всех, кто покупает выставку на билет на Берлин, на инотранс, вы его показываете по штрих-коду, когда входите, вы распечатываете их самостоятельно. Билет на инотранс дает вам право воспользоваться бесплатно общественным транспортом Германии. В зонах А, Б, Ц, вы посмотрите, там все это подробно написано. Я всегда перевожу через Google переводчик, потому что говорю только на русском языке, и то не в совершенстве. Поэтому смело пользуйтесь переводчиком, и для того, чтобы получить интересующую вас информацию. Если вы покупаете билет на инотранс на несколько дней, вы на все эти несколько дней имеете возможность пользоваться общественным транспортом Германии бесплатно. Опять акцент в зонах А, Б, Ц. Внимательно смотрите, в какой зоне вы размещаетесь. Участие в выставке инотранс. Сама выставка начинается с 19 по 23 число. Единственное, что первые дни, 19, 20 и 21, они больше посвящены конкретным встречам. Это будут бизнес-встречи, это будут круглые столы, это будет заключение договоров. То есть в основном эти дни будут посвящены тому, что все заинтересованные лица будут встречаться с друг с другом и общаться на предмет дальнейшего сотрудничества. Для массового посещения всеми желающими, потому что каждое проведение инотранса, там всегда ведется статистика, то есть там 2000 тех, кто представляет свои технологии, 2000 стендов и 100 тысяч посетителей. Вот вдумайтесь в эту цифру, 100 тысяч посетителей. Поэтому для массовых таких посещений обычно выделены последние дни. Это 22-23 число. У нас с вами 23 число. Вы можете приехать хоть с 19 числа и ходить по этой выставке, но посещение нашего стенда как бы всеми инвесторами назначено на 23 число. 23 числа на выставке в Берлине, то есть вы купили билет, вы участник этого грандиозного события, вы решили, что да, я еду, я создаю свою собственную историю. У нас посещение нашего стенда будет начинаться с 10, по-моему, до 18. То, о чем вас спросят, значит, понятно, что все равно будет делаться очень большой акцент на министров, на губернаторов, на крупных предпринимателей, на крупный бизнес, которые будут подходить к нашему стенду для ознакомления технологий с целью подписания договоров. Однако для нас, как для инвесторов, тоже доступ открыт, поэтому Анатолий Эдуардович будет рад увидеть всех вас и сфотографироваться. Возможно, дать автограф, если он не будет занят, потому что мы понимаем, что задача инотранса выставки заявить о себе для дальнейшей работы, для перспективы. 24 числа, то есть вы подошли к стенду, поздоровались с Анатолием Эдуардовичем, пофотографировались, причем там будет действующая технология, эту технологию потом привезут и будут собирать для полигона, для начала прохождения сертификации в ноябре этого же года. После 23 числа, 24 сентября, с 9 до 10 начинается регистрация на конференцию, билет оплачивается отдельно, стоит он 19 долларов, оплата на сайте, если вы покупаете на команду, фамилия, имя, отчество, имейл вводите самостоятельно, билеты распечатываются на каждого человека самостоятельно, с этими билетами человек приезжает 24 сентября на конференцию, показывает билет и билет по штрих-коду, говорит, что да, это ваш билет, вы входите и становитесь участником еще более грандиозного мероприятия, это общеевропейская конференция технологии Skyway после инотранса, где будет выступать Анатолий Эдуардович Юницкий, возможно, и мы очень надеемся, что будет выступать также Виктор Бомырин с последними новостями по достижениям и подписаниям контрактов, и на конференции инотранса 24 сентября будет выступление только Анатолия Эдуардовича, расширенное выступление на весь европейский регион, транслироваться будет для тех, кто из вас будет спрашивать, основное вещание на русском, будут профессиональные переводчики на английском, на немецком, потому что будет приглашено много посетителей инотранса для того, чтобы они могли узнать расширенно, где уже задать вопросы непосредственно Анатолию Эдуардовичу, более подробно узнать о самой технологии, а не только по макетам на выставке инотранса. Это тоже будет грандиозное мероприятие, и оно очень значимо, поэтому если у вас есть в вашей структуре люди, которые живут в Германии, всех оповестите, сбросьте ссылки, покажите, как это найти. Там будет печатная продукция на русском, немецком, английском, печатная продукция по трем основным брошюрам, которые сейчас были доработаны, и представляют технологии уже исходя из последних новостей. Это брошюры Технопарк, брошюры Скайвэй и брошюры Инотранса. Брошюры Экотехнопарка. Все они будут на русском, немецком, английском. Если вам нужно какое-то определенное количество брошюр для ваших структур, пожалуйста, вы знаете все, где нас найти, вы берете и заказываете. То, что вы хотели вам показать, что у вас уже есть этот инструмент? Сейчас она готовится. Она готовится, да. Поэтому сейчас то, что мы хотели вам показать, что у вас уже есть этот инструмент в личном кабинете, у Лендинг реферальная ссылка по Инотрансу. И вы ее можете везде уже размещать открыто в чатах. У вас есть возможность купить билет для себя, для тех, кто едет. Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь. Мы продолжаем нашу работу. Информация была, так как Кинотрансу готовятся все группы нашей группы SkyWay, то есть конструкторское бюро изготавливает юнибайки и юнибусы, готовятся стенды, готовятся... То есть это одна работа. Кто-то готовит перископ. Вот я специально даже приобрел вот такой инструмент для того, чтобы делать селфи, снимать. То есть, так сказать, мы по-своему готовимся к Инотрансу. Вот, то есть те, кто будет смотреть за нашими репортажами, обязательно в прямом эфире увидят, как, соответственно, все это будет происходить в прямом эфире. Вот, соответственно, готовятся, видите, у нас лейдинги, система оплаты, то есть печатная продукция. Вот это все для того, чтобы это мероприятие сделать максимально значимым, максимально интересным и максимально эффективным. Поэтому здесь... Так, у нас для новичков, да, то есть мы как раз сейчас термин новички... Так, есть Bluetooth видеокамера, такую штуку... Так, а сейчас в перископе, друзья, хорошо слышно меня, нет? Так, так, так... Слышно, да, сейчас? Да, отлично, ага. Вот, хорошо. Ну вот, друзья, значит, давайте сейчас мы с вами собрались уже... Это те, кто либо перешел, либо пришел уже на расширенный технико-экономический вебинар. Он у нас традиционный с Алексеем. Соответственно, мы сейчас несколько другую форму запускаем, потому что, видите, у нас сейчас вот по статистике количество людей на вебинаре в веб-комнате в Мирополисе и в перископе практически одинаковое. Вот, поэтому будем сейчас повышать именно посещаемость того и другого ресурса, вот, потому что очень важно. Давайте, друзья, тогда по последним событиям, по тому, что вот вчера-позавчера происходило, то есть я приехал позавчера в Минск на событие, на которое меня пригласил, там, мой друг, товарищ, товарищ Анатолий Дуарович Енисович. Кстати, Алексей, я тебе фотографию сбрасывал, и я согласовался с Анатолием Дуаровичем и с Кириллом, что мы покажем рыбину, которую мы поймали два месяца назад, и я говорил, что такую рыбину может вытащить только такой сильный человек, как Алексей Шемко... Кирилл Шемко. Значит, Кирилл, это, наверное, один из самых сильных человек, людей на Земле. Он рекордсмен, наверное, 8 или 9 раз рекордсмен книги рекордов Гиннеса, как именно по установлению силовых рекордов. Он сдвинул танк времен Отечественной войны, Т-34, потом он двигал танк Т-72. В Сирии, кстати, он считается национальным героем, он его, прямо так и называют, там, человек-танк. Он двигал железнодорожный состав, кран, потом грузовой самолет Ил-76, и в понедельник, вот в день МЧСа Белоруссии, он установил новый рекорд, сдвинув самый тяжелый вертолет в мире, это Ми-26Т, который сухой вес 29 тонн 200 килограмм, а тот вертолет, который двигал Кирилл, весил 35 тонн. Поэтому те, кто смотрели прямую трансляцию, или потом посмотрели запись, ее посмотрели уже более 2,5 тысяч человек, вот эту трансляцию вы видели, насколько это неимоверное усилие было человеческое, боли человеческого тела. Вот, и это было очень интересно. Для нас это очень важно, что Кирилл, он партнер SkyWay, он этот рекорд устанавливал в форме, в одежде с логотипами SkyWay, и около 20 телеканалов со всего мира именно сняли этот репортаж, сняли этот рекорд, и везде был логотип SkyWay. И более того, на пресс-конференции, которая была для всех журналистов, Кирилл сказал, что SkyWay это партнеры, а вот фотография, это Анатолий Дуарович, это Кирилл как раз, вот этот силач, про который я говорю, а это вот та рыбина, которую очень долго тянули, так сказать, если бы не неимоверная сила Кирилла. А кто был на нашем фестивале, в апреле вы помните, что Кирилл банки ломает, сковородки скручивает, поэтому этот, друзья, ну скажем так, очень интересный, очень сильный человек, и он действительно очень серьезно помогает проекту, потому что вот эта популяризация, которая идет, то есть он на интервью, когда давал, говорил, что его задача это здоровый образ жизни, это спорт, и то, что сегодня он увидел, и является партнером и личным другом Юницкого, как инженера, как изобретателя, для него это большая честь, и это очень большое такое мероприятие, мы поддержали его морально, он поддерживает, а что с рыбой дальше, ну из нее варили уху, и ее еще очень хорошо коптили, поэтому эта толстолобика, я могу сказать, друзья, уха из него просто замечательная, а так как Юницкий просто заядлый рыбак, он очень сильный, он даже пожарный пруд в экотехнопарке зарыбил, и у нас там теперь, вот вчера видели там 500 карпов, и форели живет, поэтому туда можно даже иногда ездить, ловить рыбу, вот, где ловили, это на границе, на границе Минской области и Брянской области, то есть это ближе к России, вот, это ездили, вот. И сейчас, почему вот мы на этом останавливаемся, уделяем внимание, потому что интерес к такого рода событию очень большой, и именно как партнеры Skyway мы провели репортажи, там был Виктор Бабурин, он тоже показывал, и к этому очень большой, во всяком случае, перископ, очень большой интерес, и мы получили очень большой приход новых людей, вот даже сейчас в перископе пишут, что за такое, что за Skyway, вот, естественно, что для нас это очень важно, мы тут же даем информацию, даем ссылки на сайты, ссылки на ресурсы, которые есть, чтобы люди входили в мир. А я дальше сейчас буду разрабатывать такую целую систему, мы с Алексеем ее сейчас очень активно будем продвигать, это участие вот в такого рода мероприятиях, которые привлекают внимание к Skyway. И в субботу, вот в эту субботу, тот вертолет, который тащил Кирилл, именно где-то 20 метров протащил, будет дальше устанавливать новый рекорд уже Белоруссии, с него с высоты 5200 метров будет прыгать 40 парашютистов, и выкладывать формацию, именно это будет большое авиашоу, и это будет тоже такое значимое событие, и нас туда пригласили именно как Skyway, потому что Skyway это небесные дороги, а парашютисты, если вы знаете, это Skydiver, то есть те, кто летает в небе, вот, поэтому, естественно, что мы такую возможность попустить не можем, и Skydiver, естественно, в майках Skyway будут прыгивать, устанавливать рекорды, будут делать акробатику в воздухе, и мы, соответственно, все это, друзья, тоже будем в прямом эфире в Перископе показывать, и, естественно, используя это все для того, чтобы привлекать интерес к Skyway, и дальше это уже замыкать на нашу серьезную работу, на наши вебинары, которые мы сейчас проводим, потому что основная задача – это рассказывать о технологии, рассказывать о последних новостях, рассказывать о перспективах развития, и таким образом продвигать дальше проект. Поэтому вчера, вот день, который прошел, и мы сделали три репортажа, один из офиса Skyway, где мы показали все рабочие кабинеты, мы показали конструкторов, мы показали, как работает вообще офис, три этажа, почти 200 человек, работающих сегодня в компании, это серьезная сила, все, кто видели, не видели, посмотрите еще раз или дайте ссылки. Дальше у нас был репортаж и была запись, точнее, и прямой репортаж, и запись в производственном комплексе, который сегодня изготавливает первые образцы юнибайков, юнибусов. Вот, да, вот Алексей как раз поставил фотографию Кирилла Шинко, видите, то есть это сразу после рекорда, который, это, видите, логотип Skyway, вот, и это, конечно, ну, такое значимое событие, друзья, не каждый день устанавливаются мировые рекорды в книгу рекордов Гиннеса, вот, и не каждый рекордсмен говорит, что для него большая честь, что он является партнером и другом, там, лично Юницкого, проекта Skyway, поэтому это, друзья, конечно, значимое такое. Выборь в каком-то срочном периоде. Да, друзья, тут мне в перископе задают вопросов, да, сейчас Алексей скинет ссылку, поэтому все можно, поэтому состыковывайте, сделайте, будем объяснять, как можно в том числе и со Skyway зарабатывать деньги уже сегодня, и выстраивать бизнес сегодня, и очень серьезный, и довольно-таки прибыльный бизнес, то есть это тоже очень важный момент. То есть это я, друзья, сразу отвечаю на чаты, которые идут сейчас и в перископе, и в это. Поэтому в субботу, ну, мы до анонса еще дадим, то есть в субботу я уже, пользуясь случаем, тоже приглашаю всех, кто будет возможность смотреть перископ на авиашоу, ну, вот это Боровичи, здесь недалеко от Минска, где будет авиашоу, вертолетное шоу, где будут воздушные бои на вертолетах, где будут скайдайверы, наши партнеры, устанавливать рекорд Белоруссии. Вот, я, конечно, на это буду смотреть с большой тоской, потому что я в прошлом тоже скайдайвер, у меня тоже более тысячи прыжков с парашютом. Вот, и, конечно, я тут шучу, Виктору Бабурину говорю, если ты за мной не усмотришь и наручниками к вертолету не прыгаешь, то я обязательно выпрыгну с парашютом, и остановить меня будет, в общем, тяжело, потому что я уже 8 лет не прыгаю с парашютом, но тоска, конечно, от этого есть очень большая. Так вот, друзья, какая цель вчера преследовалась для того, чтобы показать и именно оставить в записи репортажи с конструкторского бюро, репортажи с строительной площадки, репортажи с производственной площадки, и потому что много сейчас уже пошло разговоров, инсинуаций о том, что конструкторское бюро эфемерное, что стройки никакой нет, что изготовления никакого нет, что все это наша фантазия для того, чтобы кого-то обманывать, привлекать деньги. Вот, мы, конечно, на это смотрим спокойно, ничего страшного в этом нет, потому что очень приятно работать с такими партнерами, как Родхук, который приезжает, смотрит, изучает, принимает решение. Вот, а такие роды балаболы бывают всегда, но вчера мы сделали очень хороший такой шаг для того, чтобы оставить следы, оставить именно запись в прямом эфире, для того, чтобы можно было посмотреть и убедиться, что конструкторское бюро работает, это не показная вещь о том, что производство. Есть единственное, что я сразу попросил прощения вчера и сегодня, что мы не могли показать сами цеха изготовления юнибусов и юнибайков, и не юнибайков, потому что это закрытая информация, но, тем не менее, все, что возможно было, именно под руководством Анатолия Дачи, он мне всегда показывал, что можно снимать, что нельзя снимать. Ну, друзья, я думаю, сделали вчера неплохой такой репортаж, и потом показали уже именно Марину Горку, вот, то есть то, что действительно задача, что это из танкового полигона превратилось действительно в цветущий сад, это раз. И вот у меня яблоко уже, видите, с нашего с Алексеем посаженного дерева, это как первый дивиденд, я его сегодня обязательно съем, второе яблоко оставил Алексею, потому что выросло, ну, было больше яблок, завязи было 9, когда я в сентябре, в мае смотрел, но из-за того, что дерево очень молодое, в общем, его в прошлом году только посадили, яблоки стали нагибать, и Анатолий Дович сказал, что они где-то 6 яблок сняли уже с этого дерева, потому что иначе бы оно все равно их сбросило. Вот, но, тем не менее, два яблока оставили мне, вот мне и Алексею. Вот, но самое главное, что сейчас уже полностью подготавливаются уже анкерные опоры к монтажу, в цехах сегодня идет изготовление путевой структуры, которая тоже будет монтироваться очень быстро, подготовлены уже опоры для юнибайков и юнибусов, причем Анатолий Дович интересно сделал, что он несколько усилил опоры, которые идут для юнибайка, но они все равно в диаметре, около 30 сантиметров, но, тем не менее, и эта трасса, в перспективе будет по ней перемещаться не только юнибайки, то есть индивидуальные легкие транспортные средства, там рельсовые электромобили, велоэлектромобили, которые будут весить 300-500 килограмм, а в принципе, там уже будут перемещаться юнибусы, которые будут брать уже до 14 человек, это, в принципе, уже маршрутное сегодня такси, и пропускная способность которой, вчера прямо вы видели в прямом эфире, меня Анатолий Дович поправил, это 10 тысяч пассажиров в час до 200 тысяч пассажиров в сутки, это, друзья, уже соизмеримо реально с московским метро и с любым метро, но это не просто в разы, это, друзья, более чем на порядок дешевле сегодняшнего метро, и говоря уже о воздушном трамвае, который есть в воздушном метро, поэтому это тоже вчера было продемонстрировано, сделано, и сейчас у нас впереди важнейшие события, вот с чего мы начали, Лариса Артамонова показала, как сегодня можно зарегистрироваться, сделать и купить билеты для желающих на Экотехнику, на Инотранс, это инновационная выставка в сфере транспорта в Берлине, где будет происходить наша мировая презентация, и сегодня конструкторское бюро, производственная площадка работает в круглосуточном режиме, висит график, что до Инотранса осталось на вчерашний момент 37 дней, потому что это важнейшее событие, и это то, что мы будем заявлять о том, что Skyway существует, это то, что говорят скептики, что мы показываем какие-то аферные вещи, то есть не проводим стройку, потому что там будет показан именно подвижной состав Unibike, и Unibus, они вам, смею вас заверить, и пока вы можете поверить не на слово, а в сентябре вы все это увидите своими глазами, кто будет на выставке в живьем, кто нет, будет смотреть наши репортажи с Перископа, кто не будет смотреть, будет смотреть потом в записи репортажи, которые будет выкладывать конструкторское бюро, что это, друзья, сделанные изделия, скажем так, в лучших мировых традициях инженерной школы, и Кеницкий, конечно, очень скептически относится, говорит, мне там кое-что не нравится, там кое-что не нравится, я бы здесь кое-что получше бы сделал, но с технической точки зрения, друзья, это изготовлено на высшем техническом и технологическом уровне, то есть здесь я могу оценить просто как пользователей, которые, ну, там, разбираются в автомобилях, и я могу отличить, что такое хорошо сделанный Мерседес от плохо сделанных Жигулей, вот, соответственно, сейчас я могу сказать, что делается на высшем техническом уровне, и те модели, которые, и уже действующие образцы, которые мы покажем в Берлине, их, во-первых, будет не стыдно показать, а во-вторых, я абсолютно уверен, это произведет просто шок и фурор во всем и автомобильном, и транспортном мире, поэтому подготовка к этому идет очень серьезная, и мы к этому, друзья, сейчас готовы. Поэтому ответственность, почему мы сегодня настолько интенсивно перемещаемся, проводим конференции, встречи с инвесторами, онлайн, оффлайн, почему мы сегодня настолько активно ведем работу, потому что вся работа и все финансирование идет с колес, поэтому нельзя ни на секунду прервать ни финансирование, ни приток новых инвесторов, поэтому сегодня мы активно эту работу продолжаем и развиваем, вот, и я могу сказать, что у нас подключаются все новые и новые инвесторы, все новые и новые лидеры, все новые и новые структуры, которые вкладываются, которые инвестируют, которые закладывают уже венчурную прибыль, это вот задает вопрос, можно ли сегодня зарабатывать на Skyway, мы однозначно говорим, да, друзья, можно уже сегодня, вот, и это тоже вот то, что сегодня делает нашу работу очень динамичный, но есть, друзья, очень интересный, потому что когда мы видим сегодня изготовление корпусов, монтаж двигателей, там, электроники и так далее, а через три месяца это уже будет продемонстрировано на мировой инновационной выставке транспорта, это, конечно, друзья, впечатляет. Ну и следующее, конечно, что очень серьезно будет впечатлять, это, конечно, друзья, демонстрация, вот, и здесь, кстати, друзья, по демонстрации мы очень много обсуждали вот за вот эти несколько дней с Анатольем Дуаровичем Юницким, там, со всей командой, с Виктором Бабуриным, Денисом Юницким, вопрос, связанный с нашим фестивалем, который мы, ну, и планируем провести в октябре, друзья, сейчас реальность такова, что тот подкаст, который будет идти для инвесторов, а сейчас уже все идет к тому, что здесь появятся первые лица ряда государств, не будем говорить каких, но даже страшно подумать самим каких, поэтому сегодня уже идет обсуждение, что это мероприятие непосредственно показа, то есть запуска технопарка и демонстрация будет в закрытом режиме, то есть не для массового, поэтому мы сейчас подходим к тому, что мероприятие надо проводить два, это уже требования, которые к нам идут, что первое, это для официальных делегаций, для властей, для банкиров и для лидеров определенных стран, это будет одна, один показ, и сейчас уже начинают согласовывать и с мерой безопасности, и единственное, что наше было требование, и Анатолий Дуарович поставил условие, чтобы на это закрытое мероприятие мы смогли пригласить как минимум 15-20 человек именно из нашей инвестпроводящей структуры, которые наиболее являются лидерами, которые наиболее внесли вклад в финансирование эко-технопарка, поэтому мы проведем, ну как бы такой конкурс, я не люблю такой вопрос, то есть зачем проводить конкурс, если все лидеры, они и так знают, что они лидеры, и кто больше, соответственно, сегодня привлекает инвестиции, мы и так их всех знаем, зачем, соответственно, еще проводить какие-то конкурсы, поэтому мы договоримся и сами решим, сколько там 15-20 человек поучаствует в этом закрытом мероприятии, которое будет именно для официальных делегаций, для крупных инвестбанков и для, скажем так, политического бомонда, который захочет в этом принять решение. Значит, это событие будет сейчас согласовываться, и это время, это будет конец октября, последняя неделя октября, может быть, первая неделя ноября. Вот, а насчет нашего мероприятия, которое мы хотим провести, как именно праздник, как фестиваль, как большой, куда уже сегодня заявилось более 3000 человек, вот это время нам, друзья, надо определить, решить, когда нам это лучше сделать, и, соответственно, чтобы мы, ну, скажем так, провели уже свой праздник без вот этой вот охраны, без мигалок, без сюда ходи, сюда не ходи, вот, чтобы это был действительно наш народный праздник, те, кто народное финансирует, для тех, кто был действительно настоящий праздник, то есть с походной кашей, с оркестрами, с танцами, как было в прошлый раз, а в этот раз, друзья, я вам даже открою, или нет, ну, скажем так, с участием еще и наших партнеров, скайдайверов, в каком виде они будут участвовать, мы вам покажем, с участием наших партнеров, уже авиационщиков, которые тоже будут участвовать в этом мероприятии, поэтому, это, эту дату проведения, мы пока еще не определяли, мы хотим посоветоваться, и здесь, соответственно, принять решение, естественно, что хочется проводить, когда это будет тепло, когда это будет хорошая погода, когда можно будет проводить мероприятия на воздухе, без снега, дождя, болота и так далее, поэтому, есть предложение совместить это с очередным празднованием дня рождения Анатолия Дуарча Яницкого, то есть сдвинуть это все где-то на апрель, может быть, конец апреля, и сделать такой годовой фестиваль, как есть, поэтому, но, друзья, это надо посоветоваться, порешить, чтобы для всех это было комфортно, потому что я знаю очень много людей, которые хотели приехать уже осенью, вот, но здесь мы, скорее всего, сделаем так, что этот VIP-показ для VIP-персон, там, где надо будет соблюдать режим секретности и охраны, это будет одно мероприятие, для тех, кто хочет приехать, и мы, естественно, отказать это никак не можем, мы сделаем специализированные такие показатели, показы, но это не будет фестивалем, это будет просто технически то, кто инвестор, кто хочет приехать и увидеть своими глазами уже начало испытаний действующего образца, это будет второе мероприятие, а именно фестиваль, где будет там как минимум 3000 человек, действительно, с таким настоящим праздником, скорее всего, друзья, есть как предложение для обсуждения, перенести как раз на празднование еще и дня рождения Анатолида Альчуиницкого на апрель, то есть это именно сделать такой традиционный, ежегодный, весенний фестиваль SkyWay. Давайте это мы, друзья, обсудим, посмотрим, здесь нет никаких жестких решений, никто на чем не настаивает, это пока реальность, которую надо учитывать, и которую сегодня, ну, скажем так, надо обсуждать, для того, чтобы всем было комфортно, вот, поэтому сегодня, что мы можем обещать и делать, что лидеры, которые реально делают действительно большой вклад в финансирование экотехнопарка, они будут участвовать в показе для закрытых персон, это мы организуем и сделаем, и это наше требование, наше настроение, но это не больше 20 человек, вот, дальше мы обязательно будем делать показы именно для наших инвесторов, там, не знаю, может быть раз в неделю, а может быть там раз в месяц, те, кто хочет уже посмотреть своими глазами, увидеть испытания, это будут рабочие моменты, то есть это демонстрация, но это не фестиваль, не праздник, не конференция, а именно такое большое радостное мероприятие, мы скорее всего будем делать весной, когда одно из, так, здесь такие люди пишут, я уж, вы уж друзья не обижайтесь, но, когда люди пишут в чате матом, я их сразу же выкидываю, ставлю в черный спидок, больше вы попасть на мое мероприятие, во всяком случае, в таком виде не можете, потому что, всяких засланцев, а тем более, этих, как их там, ну, в общем, долбанутых, вот, потому что мне сейчас уже пришли, там уже начали угрозы определенные, сумасшедшие писать, там еще, это, друзья, типичный вопрос, типичный, так, ну вот, вот два вопроса, которые, вот, я хотел сейчас вот с вами обсудить, поставить, поэтому, что можно сказать уже свое такое ощущение, именно из первых уст, когда вот вчера я только был в эко-технопарке, в производственной площадке, целый день общался с Анатоли Эдуардовичем Юницким, вечером мы с ним еще сделали очень большую работу, мы просмотрели все репортажи от начала до конца, включая все комментарии, все это, то есть, он обязательно всегда это делает, он смотрит все записи вебинара, все, потому что он корректирует все цифры, которые мы с Алексеем называем, все особенности технологические, которые мы, для того, чтобы, к сожалению, еще проскакивают, и у Алексея, как у молодого, но талантливого, растущего, именно, лектора, и толпы доносит информацию, у меня, как не очень молодого, давно, но, к сожалению, тоже ошибки случаются, поэтому, мы всегда, вчера, прям, сделали работу, просмотрели, записали, какие вещи надо будет усиливать, корректировать, что менять, вот, и это вот тоже вчера, такая работа была проделана, и, то есть, я к тому, что, очень, Анатолий Эдуардович, к этому важно и серьезно подходит, именно, к той донесению информации, которая идет о Скайвее, от имени Скайвее, и от имени первых лиц, потому что, как вы видите, мы очень много ссылаемся, на непосредственные контакты, и пожелания, и непосредственные требования, Анатолия Эдуардовича Янинского, я довольно-таки много с ним общаюсь, и, исходя из этого, очень большая ответственность, из тех утверждений, из тех вещей, которые мы с Алексеем говорим, поэтому мы всегда, это очень серьезно, к этому относимся, слушаем и корректируем, все, что относится. На производстве, видели в живую именис, и ваши ощущения от него, да, это хорошие вопросы, но, друзья, я уже вчера говорил, в прямом эфире, и сегодня, ну, сказать, что я в шоке, это не совсем правильно, потому что, я видел первоначальные чертежи, я присутствовал, когда создавались эскизы, я видел, как создавались модели, поэтому, для меня, очень многое было не новым, но я могу сказать, что, друзья, это очень серьезно впечатляет, и я был на производстве, могу сказать, и Мерседесов, я был на производстве Феррари, вот, в Италии смотрел заводы, я очень серьезно изучал производство Боингов, вот, на заводе в свое время, это еще больше 10 лет назад, и я могу сказать, что то, что технологически сейчас делает инженер Юницкий, это реально прорыв вообще и в машиностроении, в автомобилестроении, и особенно в создании новых транспортов, транспортных систем, поэтому, я вам, я говорю, мы просто с Алексеем пообещали, что мы многие вещи, которые говорить не будем, но даже пол в этом Юнибусе, в Юнибайке, вы не представляете, друзья, насколько он будет отличаться от традиционных вещей, и так во всем, поэтому, сейчас можно сказать однозначно, что это, он как на картинке, нет, друзья, он намного лучше, чем на картинке, более того, я вам могу сказать, что картинка не отображает даже 10-й доли того, что реально из себя будет представлять Юнибус. Так, проезд до места февраля не оплачивается, так, значит, да, сейчас в феврале, ну, я не знаю, февраль, фестиваля, фестиваль, который будет в апреле, мы посмотрим, как это будет проводить, те, которые рабочие поездки, конечно, будут, это, друзья, конечно, рабочие поездки, никаких компенсаций здесь не будет, а на фестиваль, друзья, решение пока не принято, есть плюсы, как в том, чтобы давать компенсацию по акциям, так и есть минусы в том, чтобы все-таки те инвестиции, которые могли бы идти в Экотехнопарк, уходят на, поэтому здесь, друзья, двояко, такой вопрос, мы еще будем советоваться, у нас будет еще время, для принятия решений, мы, соответственно, с вами это все обсудим, и я могу точно говорить, что решение будет абсолютно взвешенное, и оно устроит, я вам могу сказать, ну, если не 100%, то подавляющее большинство, во всяком случае, на этом мы направляем свою работу, ну, вот, друзья, давайте, я и так уже под впечатлениями этой новой работы с Перископом, понимаете, она, которая вводит новую специфику, вот, она поменяла несколько наши форматы, информацию, которую мы доводим, но еще раз я могу сказать, что мы прям очень быстро отладимся, сделаем, и уберем, что есть лишнего, посмотрим, как это максимально получать из этого эффект, вот, я передаю сейчас слово Алексею Сухотоеву, я вот в Минске сейчас нахожусь в кабинете Анатолия Дарча Юницкого, ну, в комнате переговоров, которые прям стенкой, Алексей, как всегда, сейчас работает в Челябинске, поэтому он вчера в прямом эфире следил за всеми, он корректировал работу, давал ряд пожеланий, сейчас то, что мы делаем, поэтому то, что мы с ним делаем, это наша совместная с ним работа, и вообще то, что мы сейчас начинаем делать, получать какой-то результат, это вот, я считаю, работа нашего тандема, с недавних пор к нам очень активно стал подсоединяться Виктор Бабурин, ну, а сейчас, что очень приятно, все чаще и чаще к нам заглядывает и сам Анатолий Дарча Юницкий, что тоже, в общем. Дорогие друзья, ну, собственно, вот срочная новость, буквально с полей, и хотелось бы ваше внимание обратить на очень-очень важную вещь, то есть буквально вчера поздно вечером с Виктором Бабурином общались, ну, как обычно, шерстим интернет в поисках привлекательного для нас финтех и так далее. В общем, сейчас компанией определенной, которая является децентрализованная краудфандинга платформа, социальная сеть Стиммит, у нас есть возможность выставить наш проект на голосование. Собственно, мы уже выставили его, и вот ссылки, которые я сбросил, там подробная инструкция, дорогие друзья, каким образом участвовать в этом голосовании, что нам это может дать. То есть при выигрыше по итогам голосования вы понимаете, что у нас сейчас как бы развивается корпорация через сетевое построение корпорации, и я могу сказать, что потенциал у нас огромнейший, то есть все шансы победить у нас есть. И в конце августа будет выбран победитель, он получит право провести двухмесячную кампанию по сбору средств на криптовалютной краудфандинговой платформе CCDEC OpenLedger. То есть эта краудфандинговая платформа, дорогие друзья, одна из мощнейших, так скажем, и вообще вот то, что в принципе создала компания стимет, и учредители также являются создателями криптовалюты, которая находится по капитализации на 11 месте, и это достаточно неплохое место, то есть это может организовать достаточно серьезный приток, как минимум это люди, которые будут интересоваться проектом Skyway, как минимум это те люди, которые просто узнают о проекте Skyway, ну а как максимум это участие в мощном краудфандинговом движении на базе криптовалютной блокчейн краудфандинговой площадки, то есть краудфандинг для тех, кто в первый раз слушает наши вебинары, вы уж простите, что мы прямо буквально ввести с полей, потому что действительно для нас очень важно, очень срочно, и Лариса тоже не просто так включилась в начале, кто-то может сказать, что допустим зачем это слышать новичкам, но в первую очередь у нас вебинары направлены на то, чтобы поддерживать и формировать информационное поле, и дорогие друзья, сейчас вот буквально через несколько часов эта ссылка, обязательно перейдите и ознакомьтесь, то есть я сильно останавливаться не буду, там все описано более подробно, что такое стиммит, и что за мероприятие, вы сможете узнать непосредственно по ссылке, также это акция Project Corner, то есть каждый может заявить о своем проекте, и мы также заявили, ну и собственно у нас осталось 5 дней буквально, и редко мы просим поддержку именно по голосованию и так далее, потому что многие вот эти вот сферы, ресурсы, ну это просто как бы пиар больше для компании, которые организуют голосование, здесь же исключительный случай, дорогие друзья, когда действительно всего 5 дней до 24.00 31 июля, то есть тут в отличие от продления наших дисконтов и так далее, скорее всего не будет, не скорее всего, я думаю, что не будет никаких продлений, то есть это серьезный конкурс, серьезное вознаграждение, необходимо пройти по ссылке, которая вот указана, там будет ссылка под пунктом А, пройдите под ней, зарегистрируйтесь, стимит, ну все там описано и вся инструкция в принципе дана, то есть строй Skyway и спасай уже буквально краудфандинговые площадки, дорогие друзья, то есть я специально обратил внимание на это, пожалуйста, тот, кто не разбирается в компьютерах, и это, кстати, может быть точкой вхождения вообще ваших детей и так далее, внуков, потому что они наверняка в мире компьютерных технологий более сильны, я имею ввиду людей преклонного возраста, которые участвуют в нашем проекте, и они спросят баб, дед, а что за проект вообще, и с этого момента может начаться вообще его вхождение в проект, то есть кто не силен в компьютерных технологиях, более молодое поколение, спросите, они обязательно вам помогут, скажите, что это гиперважно для вас. Ну вот, собственно, такое вот объявление, немножко вне регламента, так скажем, я перейду к новостям, непосредственно, которые у нас произошли за эти дни, за эту неделю, новостей произошло очень много, к сожалению, либо к частью, некоторые новости мы не имеем права говорить, и больше вот там проскальзывает иногда информация, не то, что которую нельзя говорить, мы вообще такую даже на прямых трансляциях не говорим, но завуалированную вы можете услышать, но вряд ли поймете, о чем идет речь. А я скажу о том, о чем можно рассказывать, и действительно, неделя для Skyway прожита очередная не зря, я расскажу, про то, что происходило в Пуэрто-Рико на прошлой неделе и в Киргизии. То есть в Пуэрто-Рико есть у нас партнер, и в этом смысле на самом деле исключительный факт, неважно мне вот лично в каком из фондов, в какой из инвест-проводящих систем он находится, то есть мы уже работаем здесь по адресным проектам. И Роман Смегановский это замечательный парень, летчик, бравый, отзывчивый, имеет желание и возможности инициировать и продвигать адресные проекты в Пуэрто-Рико, потому что туда на самом деле была организована его деловая поездка, и я, естественно, спросил, будут ли встречи, возможно ли встречи со властями, с администрациями, и так совпало, так сошлось, что действительно встреча с мэром произошла. И сейчас, так скажем, в доказательство, как обычно, я приведу фотографии и прокомментирую. Вот как бы Роман, и справа мэр Сиалес, города Пуэрто-Рико. Если говорить, кстати, про рельеф Пуэрто-Рико, то вот, чтобы было понятно, то есть в основном это горная такая местность, джунгли и собственно очень серьезный регион тоже по потенциалу, то есть туристическая мека такая своеобразная и Марсиалес очень заинтересовался юнибайками. Также мы рассмотрели проекты Кагуаса и собственно там на несколько десятков милей сейчас запланирован проект, начали его обсуждать. Что я хотел бы сказать, дорогие друзья, ну собственно как и на каждых общениях с представителями администрации, с мэрами наш проект воспринимается на ура, то есть по-другому это не может быть. И естественно играя уже по-взрослому, общаясь по-взрослому, я попросил также Романа вывести на то, что как бы спросить у мэра вообще вот проекты понятно интересуют развитие Skyway и так далее, кто финансировать будет. И в этом плане также мы вот сейчас уже абсолютно не стесняясь говорим про то, есть ли финансирование или нет. Здесь я не буду открывать тайну, но скажу, что как бы все положительно и сейчас несколько притормозился процесс общения с мэром, то есть сейчас это естественно через деловую переписку ведется и там произошли определенные события. Один из сотрудников умер, похоронная процессия сейчас идет и мэр несколько отвлечен. А вообще вот мнение о Skyway действительно замечательное и дорогие друзья, я думаю, что в скором времени согласование естественно с головной компанией непосредственно мы начнем цикл общения, подготовки, тренинга и с Романом мы неоднократно не по часу общались, то есть для того, чтобы представить адресные проекты ну действительно нужно иметь определенный багаж знаний при подготовке к встречам нужно анализировать, нужно смотреть страну, нужно прощупывать, есть ли там месторождение, какие ресурсы вообще добываются, в какое географическое, политическое, экономическое положение занимает страна и анализировать, формировать, потенциальную стратегию для развития этой страны именно с применением технологии Skyway, то есть вот это в основном и проводится на таких переговорах, естественно после этого мэры интересуются и мэры хлопают в ладоши, что такая технология появилась, а более того вот сегодня наш партнер коллега тоже Назым Сайкулин разбросил информацию в чатах по поводу строительства транспорта минус второго уровня в Норвегии ну дорогие друзья могу сказать сразу там несколько больше десятка миллиардов настреливших небольшого участка дороги это абсолютно неповерные затраты которые планируют нести правительство Норвегии но благо для нас что этот проект планируется к 2035 году закончить и естественно там еще конь не валялся как говорится и у нас есть возможность также и войти присоединиться в этот проект и вы не представляете сколько проектов вообще на самом деле будет в будущем я не говорю сейчас вот допустим про российские проекты тут непосредственно уже демонстрация покажет потому что наверняка представители российского министерства транспорта возможно правительство будут присутствовать на демонстрации именно закрытые для чиновников для представителей государств и так далее но покажет время но одно я могу сказать что мы не останавливаемся только на России несмотря на то что технология белорусская мы не останавливаемся на Беларуси мы двигаемся действительно дорогие друзья сейчас по всему миру и очень важно и очень радостно что действительно растет если не наши помощники Сергея Анатольевича на проведение технико-экономических вебинаров потому что тогда можно было вести вебинары несколько раз в неделю вообще и потенциал людей вновь приходящих и только погружающихся в проект Skyway мы могли охватывать еще больше но появляются вот такие вот действительно бравые отзывчивые парни и сразу по фотографии Романа я понял что как минимум стоит послушать вообще что что у Романа в голове именно по продвижению в Латинской Америке в Пуэрте-Рико и сейчас я думаю мы будем выстраивать также работу по испаноговорящему рынку что еще произошло то есть это переносимся уже в другую часть света в другую страну дорогие друзья также Алексей Васильев и можно сказать это доска подсчета пускай на вебинарах наших будет такая вот доска подсчета на неделе для Skyway прожита не зря в мэрии города Ош Алексей Васильев также не знаю насколько технически подкованный и так далее но я думаю что самое главное результат и результат был достигнут это понимание заинтересованность в продвижении технологии Skyway мэрии города Ош сейчас Алексей находится в турне и это действительно замечательно когда люди находятся в движении и многие спрашивают а почему допустим на вебинары сейчас ходит меньше народу чем ходили раньше на самом деле дорогие друзья ответ очень прост потому что мы все в полях мы развиваем Skyway мы рассказываем о Skyway и фактически каждый день каждый час Skyway кто-то присоединяется то есть это уже гипергеометрическая прогрессия сетевого построения корпорации развития проекта Skyway и вот ссылку я сбросил крайнюю это как раз таки презентация на канале киргизского телевидения примерно со второй минуты или уже 2.30 посмотрите действительно как бы заслуживает внимания я думаю что вырезку мы обязательно сделаем буквально и меня удивляет и не удивляет на самом деле вот эта скорость реагирования местных СМИ местного телевидения потому что для них это действительно сенсация то есть в прошлом году еще будучи в Skyway Invest Group я посещал давал пресс-конференцию и с Сергеем Анатольевичем мы планируем в августе посетить Кыргызстан где-то будет Бишкеки либо Бош ну конференция будет на 300-400 человек где-то и это будет общение с высшими властями я думаю что когда будет подписание также меморандумов в сотрудничестве либо конкретных контрактов по конкретным адресным проектам также нам присоединится либо Виктор Бабурин либо если Виктор Бабурин будет занят то Кирилл Бадурин либо другое лицо представляющее головную компанию ЗАО струнной технологии либо Skyway Technologies Co если говорить про иностранный рынок и дорогие друзья вот это действительно это реальность Skyway это то что происходит никто ничего допустим не фотошопит как делали наши партнеры господин Нузлов там и так далее когда удаляли с фотографии Юницкого то есть просто отчет о событии проведения успешных переговоров в мэрии и дорогие друзья это может сделать каждый мы не агитируем вас сломя голову идти допустим и общаться с мэриями и так далее и я сконцентрировался в основном сейчас до демонстрации именно на иностранном рынке потому что иностранный рынок Hyperloop и так далее сделали все-таки свою задачу для нас выполнили свою задачу и проложили дорожку то есть Маск в свое время задал тренд транспорта второго уровня и когда Skyway действительно сейчас гремит по всему миру то есть вот в конце обязательно поставим как закрепление информации для людей вновь приходящих те кто начинает изучать сейчас только азбуку Skyway те репортажи с тех стран то есть это Австралия это Словакия это Венгрия вот сейчас еще Киргызстан присоединился и дорогие друзья этих репортажей будет все больше и больше но я могу сказать что сейчас мы от декларации постепенно готовимся и обязательно перейдем к демонстрации то есть это то что произойдет 20-23 сентября в Берлине это то что произойдет как минимум для представителей государств администрации различных стран континентов материков мира президентов министров и так далее на экотехнопарке Марина Горка Минск область республика Беларусь и соответственно это то что мы с вами дорогие друзья сделали это задел который мы заложили и могу сказать что вот Сергей Анатольевич уже даже снял первую фруктовую прибыль даже вот наш сад он цветет и я могу вам сказать что есть такое поверье кто дарит цветы любимым любимой девушке либо жене либо маме там и так далее понимает что если все сделано так скажем не чувственно не открыто не искренне то цветки увядают и я могу сказать что если бы действительно ради прибыли ради какой-то махинации все это делалось бы например то ни о каком цветении экотехнопарка вот по этой логике не могло идти и речи и дорогие друзья это вот действительно те события которые у нас стремительно происходят и Skyway предоставляет действительно бешеный социальный лифт для всех желающих любой может стать каждым Skyway я знаю историю развития Алексея Васильева и те кто пробивается и действительно локтями разбивает непонимание чиновников и так далее многие вот сейчас в Питере тоже наши коллеги пробивает проект и как только технология будет признана дорогие друзья не то что признана она уже признана продемонстрирована и далее засертифицирована тогда уже начнется такой снежный ком который невозможно будет остановить и можно будет сравнить только со стремительным развитием интернета и сферы хай-тек технологий потому что мы дорогие друзья это новый технологический уклад мы строим Skyway мы спасаем планету каждый из нас с вами ну и подытоживая именно обобщая интернационально не повторял на самом деле вспомню или нет по-словацки будущий Skyway захран планету по-венгерски пиджа Skyway Match Megaboy ну и собственно по-киргизски отчасти можно уже произносить ну фразу я пока что не выучил на вечерний вебинар обязательно выучу потому что можно сказать что теперь и мощно строй Skyway и спасай Кыргызстан благодарю друзьям до скорых встреч на следующих вебинарах мы всех ждем заинтересованных на выставке в Берлине напоминая всем и еще раз сбрасываю про стимит обязательно вот сейчас будет сделана подробная инструкция ознакомьтесь передайте англичанам передайте немцам потому что мы международные проекты дорогие друзья вот сила нашей сплоченности сила нашей мобильности моментальном реагировании на действия это наша можно сказать политинформация и даже если допустим нужно двигаться нам начать в одном направлении сила вот именно сетевого построения корпорации что в отличие от неповоротливых корпораций как Симонс как ТЖВ и так далее которые поддерживают народ потому что ну просто пользуются этим транспортом и как только будет представлен транспорт наиболее эффективный наиболее перспективный наиболее дешевый и комфортный в перемещении народ неизбежно выберет то что ему ближе и что-то мне подсказывает это будет Skyway ну а потом собственно задают вопросы я думаю ответ понятен а когда будет дивиденд я не знаю когда точно не могу сказать и не имею права но одно могу сказать что прибыль будет достаточно существенной у головной компании ну и соответственно у тех людей кто сейчас выбрал путь рисковый венчурный инвестирование и поддержание спасибо вот то есть будет трансляция и там и там ну подумаем как мы еще отработаем и сделаем эту форму оптимизировать вот поэтому Алексей видите вам сейчас очень подробно и очень здорово рассказал вот о том как строится как это делать и как эта работа сейчас будет приносить результат вот поэтому здесь сейчас видите что по интенсивности и по охвату мы сейчас просто вышли на новый на новый горизонт и поэтому единственное что конечно может быть качество вебинаров связано с перископом и с в Мирополисе трансляции одновременно может быть несколько но это мы друзья опять же все отладим сделаем мы очень быстро учимся поэтому мы оптимальную форму отстроим и сделаем вот ну что друзья по тому объему новостей который сейчас идет и который сегодня прошел наша задача которую мы всегда показываем и делаем друзья это проект активно развивается события видите уже происходит в день по несколько по несколько событий все очень серьезно и очень продуктивно продвигается вот поэтому ждите еще больше новостей ждите еще большего развития потому что проект только только начинает делать первые такие серьезные шаги дальше это будет разгон 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 я это могу сейчас сравнить посмотрите обязательно друзья трансляцию как Кирилл Шемкот двигает вертолет и как трудно сделать первый шаг то есть вот как раз когда первые сантиметры когда неимоверные усилия для того чтобы эту 35-тонную махину сдвинуть а дальше набирается скорость 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 если бы Кириллу дальше двигать он бы этот вертолет наверное дальше бы еще и разогнал вот так вот сейчас та же ситуация мы за эти три года сделали неимоверные сложные шаги мы сделали практически невозможные мы запустили этот проект а дальше он будет разгоняться 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 что-то новость у нас интересная на сайте голосование о нашем проекте на платформе блокчейн так а вот это Виктор это самое друзья вот подошел Виктор он сейчас вам скажет определенные вещи и пожелания которые нужны нам все всем привет большая просьба мы сегодня попали в голосование на платформе стимит по поводу инновационных проектов и их поддержки я попросил вот всех кто в курсе зайти на сайт rsv systems.com и там в новостях есть ссылка и описание как это сделать вот так что попрошу всех зайти и проголосовать там очень все делается бесплатно это просто скажем в качестве эксперимента Алексей сейчас дал ссылку вот в чате и Алексей тоже в чате в это самое в перископе тоже видите у нас все в рабочем режиме так сказать Виктор в перископе более двух тысяч человек это самое проходит то есть друзья почему мы сейчас перископ так активно используем потому что тут входят-выходят но общее количество людей которые посетила вебинар уже превысило две там с чем-то тысяч человек поэтому мы эту форму активно так ну все Алексей сбросил ссылку видите мы в рабочем режиме таком как он работает я спросил у Анатолия Дарча Евницкого может ли он сейчас как-то но он показал что очень занят и пока как бы не дает поэтому может быть вечерний вебинар мы все-таки попросим его включиться если будет такая возможность и будет гореть поэтому вы уж извините можете просто поверить что я сижу через стеклянную дверь в соседнем кабинете работа идет постоянно вот ну все друзья давайте теперь готовиться опять к Берлину наша задача в очередной раз брать Берлин вот я думаю что вот Андрей Астечнёйка друзья Астечнёйка просто все замечательно там наш друг товарищ один из первых акционеров Скайвея Александр Мосин он сейчас по конкурсу который проводил Рамзан Кадыров как глава республики Чечни вошел в команду Рамзана Кадырова и сегодня он готовит целую концепцию развития на основе Скайвей для Чечни поэтому будем сразу четко сказать у нас теперь в правительстве Чечни есть свои сторонники свои люди вот и дальше будем работать делать готовить и я абсолютно уверен что через некоторое время мы выйдем и на практическую реализацию здесь я могу сказать что Александр Мосин это просто уникальный парень очень целеустремленный он поставил целью задачу из тысячи человек там отобрали меньше 20 и сейчас он в Чечне вот он в репортаже присылает и в Перископе смотрите и встречается и с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и с руководством и делают поэтому когда такие целеустремленные талантливые ребята начинают двигать и Чечню и экономику Кавказа и все это совмещаясь со Скайвеем друзья у меня просто нет никаких сомнений что мы просто обречены на успех вот это вот видите был хороший вопрос по Чечню я надеюсь что я на него вот так вот развернуто ответил более того вы кто следил за нашими репортажами мы где-то два месяца назад с Александром ездили в Чечню тоже встречались с руководством начали готовить проект начали готовить но потом был объявлен этот тендер и Александр на него пошел выиграл этот тендер вошел теперь уже как равноправный и такой полновесный член именно команды а Кадыров относится к этому очень он не для того организовывал тендер чтобы сделать из этого показуху и Александр вошел именно с тем что ему есть что сказать и посмотреть его интервью уже и в наших чатах и в чатах вот в Перископе где он говорит что развивать Чечню горные регионы Кавказ без Скайвея сегодня просто невозможно и это как раз уже та идея когда наши люди входят в именно с идеологией Скайвея начинают реально идти к управлению реально начинают создавать программы развития так вот друзья когда мне задают вопрос когда в России что-то сдвинет тогда когда большинство людей кто принимает решение будут понимать что такое Скайвей что он дает для России для региона почему без этого развивать дальше невозможно а когда эти деятели сидят ковыряясь пальцем в носу выдают какие-то там очень странные сомнительные вещи я могу сказать что пока будут такого решения такого рода приниматься решения то движения не будет никогда и никакого так Перископ Александра так все правильно что с проектом в Австралии друзья следите за новостями уж объяснять сейчас и пересказывать что у нас сегодня есть на так вот друзья японцы в Моглев разогнали до 600 км в час только ракетный Соловский нужен большинская мощность ну вот тут задают не в Перископе вопрос значит сегодня расчетная скорость которую Юницкий дал для Гипер Скайвея это 1250 км в час тут Перископ у нас завис ну все друзья давайте на этом я с вами прощаюсь сегодня у нас довольно таки плодотворная работа вот вечером у нас также с Алексеем так друзья по Алжиру все задавали отвечали вопрос уже не раз и не два смотрите там предыдущая запись вот вечером у нас также будет в 19-22 вебинара также мы будем транслировать в Перископе вот будем если у вас есть какие-то пожелания предложения как эту работу оптимизировать сделать давайте все будем ну скажем там совершенствовать вот ну а пока движемся вот и благодарю всех за то кто нас поддерживает за тех кто с нами двигается за тех кто развивает Skyway потому что вот этот репортаж который прошел с Михаилом Кириченко когда он у нас уже даже с ним приветствует я когда захожу всегда строй Skyway он спасай планету это значит мы называется поздоровались по Skyway все друзья строй Skyway спасай планету орын бары белгеленген тартепте қысқартылады ош шарында гералдына күрулу чоқаттамдар жаратылышқа табиатқа эчкандай жалақасын тегіз беттейт долу ордын өкілдері беш жылдын ишінде мен жарым жылдан беру шул компанияны Айвай гүнді изучат етіріп қарау отырам и 5 жылдын ишінде бұл жолдор біздің Кыргызстанға да келеді біздің Кыргызстан экономикасына Айвай көтереді біздің үндайытқанда Кыргызстан Айвай қоз и туристтер қызығат но есі үшіл жылдор салынса то біздің Сықоғын үндің қаракой сары челектерге айвай біртік туристов келетіле да мне сказали что у вас центре города есть уникальное культурное религиозное место Сулейман гора которое служит местом паломничества поклонников да много людей посещает это место мы могли бы подумать на тему того чтобы построить обзорную трассу вокруг этой Сулейман горы целью этой строительства этой трассы скажем люди могли бы обзорную экскурсию совершать этой трассе привлечение туристов соответственно привлечение туристов привлекло бы ваш регион соответственно новые инвестиции благосостояние ваших граждан